Школа и уроки, друзья и увлечения. Ещё пару месяцев назад жизнь Ники Герасимук ничем не отличалась от сотен её сверстников. Она разделилась на до и после, когда врачи сообщили девочке о том, что у неё диабет. Я очень хотела пить в последнее время. Мама меня отвела на анализы сдать в поликлинику. И там нам сказали, что у неё высокий сахар, и отправили в больницу на госпитализацию. Здесь Ника узнала, что диабет в наше время не переговор, а скорее образ жизни, который теперь должен войти в привычку. Мне сказали, у меня почти ничего не изменится, просто я буду контролировать своё питание. Ну и в принципе говорят, что люди с сахарным диетом живут даже дольше, чем обычно. Ну там здоровые люди, они обычно едят всё, что там хотят, а я теперь буду контролировать своё питание. А что касается вот инфекций инсулиновых, ты уже учишься делать, делаешь? Да, я уже научилась сама колоть. Мне колют в живот, я колю и в ногу. Там перед завтраком я колю и в ногу, и в живот. Перед обедом я колю только в живот. Перед ужином тоже колю только в живот. А вечером перед сном я уже колю только в ногу. Ну это зависит от моего сахара, какой у меня высылок или низкий. Сахарный диабет известен из древних-древних времён, но тогда это было очень редкое заболевание, и, к сожалению, тогда оно было смертельное. С развитием медицины, современных технологий, то есть диабет стали изучать, и одномоментно был изобретён инсулин. Это открытие позволило сохранить жизнь. Вообще считается, что ген диабета есть более чем в 80% населения, но есть так называемые триггеры, факторы, которые его запускают. Вот этими триггерами могут являться вирусные инфекции, этими триггерами могут являться стрессовые ситуации. А наша, конечно, беда в настоящее время – это наше питание. Уже давным-давно доказано, что вот этот рост диабета связан вплоть до того, что с неправильным питанием, с ранним введением прикорма у детей, с качеством наших пищевых продуктов. Каждую неделю в Брестскую детскую областную больницу попадает несколько маленьких пациентов с диагнозом диабет. А чтобы подготовить их к жизни с этим заболеванием, здесь существует специальная школа, где учат не географии и математики, а рассказывают, как контролировать уровень сахара в крови, следить за самочувствием, правильно питаться и делать уколы инсулина. Школа диабета, она учит родителей и детей жить с данной, даже не хочу сказать болезнью, особенностью. То есть чем лучше мы владеем, то есть наша задача какая – нормализовать питание и подобрать инсулинотерапию. То есть я всегда своим детям говорю, это как автопилот, который у вас отказал, мы вам даем в одну руку одну ручку, во вторую, вторую шприц ручку и учимся вести самолет самостоятельно. Поэтому на ручном управлении любой самолет тоже может взлететь. За последние 20 лет количество пациентов с диабетом выросло в три раза. В Брестской области на данный момент их более 55 тысяч, из них почти 400 детей. Да, болезнь требует к себе постоянного внимания, однако при правильном подходе ребёнок с диабетом может не только ходить в детский сад, обедать в школьной столовой, заниматься спортом, но и жить полноценной жизнью. Главное – принять заболевание как факт, ведь недаром существует простая истина. Если не можешь изменить ситуацию, всегда можно поменять своё отношение к ней.